1 сентября 1939 года фашистские войска вошли в Польшу. 42-я дивизия генерала Гудериана продвигалась в направлении Бреста. 7 сентября гитлеровцы встретили ожесточенное сопротивление армии войска польского. На оборонительном участке подвизной 720 солдат и офицеров в трое суток сдерживали натиск 40-тысячной до зубов вооруженной вражеской дивизии. 10 сентября в живых остались только два польских офицера – поручик Станислав Брыкальский и капитан Владислав Рогинис. Оба дали клятву стоять насмерть и ни при каких условиях не сдаваться в плен. Брыкальский погиб первым, а Владислав, подпустив фрицев как можно ближе, подорвался на гранате. Озлобленные фашисты подожгли тела офицеров, через два дня разрешили похоронить, а позже местные жители перенесли их ближе к дороге на Белосток. О месте захоронения национальных героев Польши не было известно 72 года, и только теперь, изучив множество свидетельств, их останки были найдены. По ним поисковики и сумели установить имена павших. После отпевания они были погребены с воинскими почестями на месте и в день гибели 10 сентября. Когда огопился это событие, имеет самое непосредственное отношение. Владислав Рогинис родился и рос в нашем городе. Потом семья перебралась в Вильнюс, и следы близких, казалось, затерялись навсегда. Совсем недавно я узнал, что я являюсь прямым потомком Владислава Рогинисова, я являюсь его внуком. Я нашел родственников Польши, мы начали переписываться, перезваниваться. Я по линии его мамы нашли родственников по линии его отца, которые потерялись где-то даже в 1914 году. И это было очень приятно. Я получил приглашение от польской стороны приехать на сегодняшнее мероприятие, на это официальное захоронение. Мы помнили и знали о капитане Владиславе Рогинисе, который родился в Дагупелсе, и который геройски погиб в начале войны с немцами. И даже планируем мы сейчас, чтобы в Дагупелсе была на каком-то издании установлена памятная доска, памятная доска, которая свидетельствует о том, что герой Польши родился в Дагупелсе. Я думаю, что это важно для истории города.